Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Восстание Событие завершено за демократию и... да, 124 из 150 Рейтинг Получает 3 Кассандры Еще и 3 книжки Хорошо, забираем Забираем это все, ну... Уже получено, ага, спасибо Что такое, я не могу понять Ну что, ребят, за это время очень много чего у меня изменилось в этой игре Ну, во-первых, смотрите, Легион Смерти, да, у меня стал 28 уровня Последняя серия, по-моему, там был 26 уровень, если я не ошибаюсь Но это не самое главное Давайте-ка мы вначале здесь все заберем Сейчас расплаты Смотрите, что у нас тут крафтится Так, качественный кинжал я сделал Хорошо И ритуальный Ксифос Шикарно А знаете, для чего я это сделал? Сегодня я хочу пройти, ребята, полностью Третью, как говорится Как ее называть? Третью миссию, да? Третью главу Вот так даже будет правильнее И бронечка Естественно, бронечка у меня здесь Так, легкие латы Ну, легкие латы, это, ребята, я как заготовку сделал Это не факт То есть, это не главное А вот это уже, да, это нам пригодится Кожаный доспех Замечательно Забираем энергию Конверты наши И давайте вот здесь заберем все, что у нас накопилось Это у нас книги опыта Естественно, как же без них? Давайте дальше заказывать Чтобы их делали И будет у нас Андрея Кстати, Андрея у меня прокачана на 4 звезды Изабель прокачана на 4 звезды Беатрис на 4 Также сегодня нам предстоит с вами глянуть на героя Которого я открыл Эй, подожди, где? Где мой герой? А, вот, ребят, вот Роза Роза В общем, посмотрим Почитаем Кто, что и с чем ее едят Так, ну что, мы здесь с вами Поставим на исследование Малый кодекс Хорошо Эй, эй, эй Ну, отдаляться-то мы будем или нет? Выходи Что за День? Это гринч, ребят Это все гринч Точно, я вам говорю Мы можем отсюда вообще уйти из этой Что за Кстати, ребят, я вам хотел сказать по секрету Что я не смог Вот буквально часа, наверное, на два Зайти в эту игру Потому что были проблемы с Соединением Вы видели сейчас? Вот, смотрите Назад Вот только таким макаром Я смог сейчас вот Избавиться от этого От приближения экрана Давайте-ка мы, наверное, вот здесь тоже Закончим эти Да что ж такое-то? Ты посмотри Я кликаю Странно что-то происходит у нас Ладно, ребят, давайте так Я нажму на паузу Потом, может быть Как-то связь восстановится Или еще что-нибудь И мы продолжим Но это не дело Вот, смотрите Вообще игра зависла Жесть Ну что ж, давайте посмотрим Будет игра лагать Или не будет у нас Но чувствуется, что все равно Есть немножко какие-то подлагивания Ладно, попробуем Все-таки немножко сегодня поиграть с вами Изготовлено с надоби Естественно, мы это все забираем Это тоже И сразу же делаем Очередной заказ Ну что, сегодня, как я и обещал Мы пойдем с вами проходить Третью сюжетную линию Третью главу Так, здесь мы заказали Давайте еще здесь закажем Будет у нас Гершон Этим делом заниматься Все, оба они сидят Давай-ка вот здесь заберем Ежедневное задание Поставщик мы закончили Это хорошо Опыт, соответственно, мы с вами получим Ну, Алонсо, давай Слушайте, игра немножко все равно Подглючивает Я не знаю, что происходило Буквально часа 3-4 назад Я не смог Вот я заходил в окно И не смог из него выйти Даже не мог переключиться Не знаю, с чем это связано Но мы с вами остановились на том Что у нас есть еще новые герои Так, в событии Что тут у нас такое Испытание Анимус Час расплаты я выполнил Это первую только Часть их здесь 3 Хорошо, забираем 25 книжек И 5 снадобий Замечательно Они лишними не будут Поверьте мне Уже скоро Но это событие Меня не очень хорошо И, точнее, не очень волнует Давайте зайдем в магазин И посмотрим, что у нас тут Наверное, кубы Да? Мне кажется, что доступны Бесплатные кубы Да, я прав Ну, давайте посмотрим Что нам здесь достанется Деньги Хамид Угу И одно снадобье Ну, ладно, ребят Ну, что поделаешь Да, не спорю Мало Ну, а многого здесь Никогда и не давали А сколько у меня Интересно этих кубов Где можно это посмотреть? Хм Я знаю, что у меня 41 хеликс А где именно вот кубы За которые я могу Открывать новых героев Хм Так, давайте заглянем В задачи Что мы здесь выполнили И что нам еще Предстоит выполнить Здесь я забираю Блиц Задание Одну штуку Нужно будет сделать И также Ага Новый уровень Это нужно В первую очередь Сделать сейчас Кого будем прокачивать С вами? Хм? Ребятули Кого будем прокачивать? Вот для меня Этот вопрос Всегда Как говорится На первом месте Ну, давай Предположим Мы можем Агилара Но вряд ли он успеет Прокачаться Давайте Инига А почему Инига? Ну, потому что он быстрее Ох 250 опыта Книжки О, это хорошо Так, давайте Вот так С вами сделаем Тихо Тренировка И на ускоренном Все это Сделаем 41 минута 7 хеликсов Тратим Естественно Забираем Все Еще одно задание Мы с вами Выполнили Получается И остается Там только Лишь Одно Задание Не выполнено Кстати Вы Вот сейчас Заметьте Ребята Я сейчас Перейду А нет Сразу же Отобразилось А бывает Иногда Переходишь И оно Все равно Так вот Беленьким Горит То есть Спустя Там Минуту Полторы Только Оно Активируется Ну что же И еще Нужно Сделать Один Блиц Ну это По моему Проще Простого Обычно Ребята Если Ну вы хотите По быстренькому И Задействовать Всех Ассасинов То пожалуйста Берете Например Самые первые И делайте Блиц Во первых Вы тратите Мало энергии Во вторых Вы можете Всех своих Ассасинов Полностью Как говорится Израсходовать Потому что Иначе вам придется Их подлечивать Влечивать И так далее Что нам здесь Нужно Нам нужен Вот такой Ассасин Такой И Любой По вкусу Все Делаем Блиц Нам главное Сейчас задание Выполнить Ребят Все Это сейчас Основная Цель у меня Выполнить Все задания И после этого Мы уже С вами Приоденемся Сейчас Секундочку Я заберу Это задание И главное Ага 8 Кубов У меня То есть Еще нужно 7 И тогда Мы Получим С вами Куб Ладно Ребят Ну а теперь Самое интересное Мы заходим В контору Как вы помните Да У меня Ксифос Скрафтился И скрафтился Нож Именно нож Ассасинский Не сабля Не меч А именно нож И этот нож Я должен Поставить В руки В руки Одной из ассасинок Сейчас Секунду Кто у меня пойдет В бой Естественно Моя старая бригадушка В которую входит А кстати Вот ребята У нас еще Новый ассасин Я еще его не открывал Откроем чуть попозже И также Еще один из ассасинов Это у нас Роз Да по-моему Если не ошибаюсь Да Роза Вот Про нее тоже Но это будет Все попозже Все попозже Мы посмотрим Почитаем Про них Сейчас Главное В общем Беатрис Как вы видите На 4 звезды Она у меня Проапана Луиза Луиза только на 3 Пока К сожалению И Агилар Тоже на 3 Но зато Андреа На 4 Но пойду я Именно вот этим составом То есть Луиза Агилар И Беатрис Как вы знаете Весь акцент У меня будет Связан с Беатрис Потому что Ну Этого Ахеду Придется Именно ей Бомбить Хорошо А сейчас Давайте Немножечко С вами Приоденемся Во-первых На Агилара Нужно Надеть Снаряжение Которое Я недавно Скрафтил А это У нас Выходит Вот Кожаный доспех Кожаный доспех Да Как раз То что нужно Акробатика Повышается Немножко Здоровье Нет Защиты Немножко Здоровье конечно Падает на 15 Единиц Черт Я даже не знаю Как то Заманчиво Все это дела Ладно Все равно Я думаю Что нужно Все таки Надевать Именно Вот этот Вот доспех Может быть Я не прав Но все таки Акробатика Акробатика Мне кажется Здесь Нужнее Давайте Его немножечко Дохилим Вот так Вот Теперь Переходим С вами К Луизе Почему К Луизе Ребят Потому что Для нее Специально Я скрафтил Нож У нее Сейчас А кстати Вот я Ионный нож Взял И перекрафтил Вот Был Двузвездочный У нее А теперь Становится Трехзвездочным 80 От 80 До 100 Урон Причем Дает Немножко Вам здоровья Так что Будем Естественно Надевать его И мощь Заодно Еще подрастает Это немаловажно Давай посмотрим Что у нас Ну здесь пока Ничего мы не можем Сделать Ничего у нас нет Хорошего из аксессуаров И это меня немножко тяготит Ладно И Беатрис Ну Беатриске я уже Поставил в руки Меч Я специально ей Крафтил Ребят Вот этот вот Меч До этого Вы помните Да Какой стоял Секунду Сейчас Вот этот вот Мы берем Это вот у нас Новый Клеймер Поэтому У нее Плюс здесь И здоровье 25 к защите А вот здесь У нас идет Только на крит И 30% К дополнительной Атаке Но я почему-то Решил Вот именно Этот Взять Да Ну Вроде бы Как все Укомплектовано Здоровица У нее полная И Давайте Вперед Как говорится Из песни Пытаться Пройти Этот Уровень Будет Тяжело Я знаю Вы помните Да Когда я проходил Третью главу Я на последнем Боссе встрял Именно на Ахеде Если у нас Тарквимада Получил в спину Нож То Ахеда Меня отмутузил Потому что у него 3.5 тысячи хп Это немало Очень немало По сравнению Сколько сейчас У нашей Беатриски Но тем не менее Будем пытаться Так Тут Еще раз повторяю Ребята Все зависит От Везения От фарта Может быть Даже У меня Не с первого Раза получится Так что Ребята Я наверное Буду вырезать Неудачные попытки Нам Нужен Результат Поехали Падение Как говорится Гранады Читать я это Не буду Уже 300 раз Читали Будем сразу Приступать Низкая мощь Низкая мощь Только Беатрис у меня Подходит По мощам У нее аж 1288 Остальные Не дотягивают Чуть-чуть Хотя Ребята Я могу Знаете Что сделать Сейчас В данный момент Пойти В контору Поставить Их На прокачку И Вот например Луизе Уже Прокачиваться Некуда У нее 28 уровень А Гелару Еще есть Куда Расти Но Я не буду Этим Заниматься Сейчас Потому что Уж начали Как говорится Так начали Будем Пытаться Проходить Если С первой Попытки У нас Получится Это будет Просто Какое-то Чудо Но Если нет Ребят Я уже Вырежу Неудачные Моменты И Будем Только Хороший Включать Сюда Момент Так Ну это Мы с вами Читали Поэтому Мне это Неинтересно Как всегда Здесь Нам нужен Агилар Начинается Все с него О 62% Акробатики Это кстати Хорошо Раньше И то Неудачу Он поймал Чтоб Тебе Так Дальше У нас Блин Испанский Испанский Солдат Не хотелось Бы мне Вот Беатрис Лупить Луизой У Луизы Сейчас Урон Будет Довольно Неплохой Луиза Нам здесь В принципе Не нужна Давай попробуем Если что Ребята Будем Переигрывать Ну уже Чувствуется Что она Лупит Да Этот нож У нее Очень Хорошо Дамажит Но и Получает Она тоже Конечно Не очень Слабых Люлей Ай-яй-яй Так Здесь Удачно У нас Все Получилось Теперь У нас Идет В путь Акробатика Соответственно Здесь Нам Камеру Так и не Исправили Камеру Так и не Исправили Все Так же И барахлит Ладно Хорошо Будем Так же Да что Тебе Придется Вот Автобой Включать Тихо 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 35% Шанс Рискуем Ать Выцепил Все Таки Он Выцепил У нас Это Плохо Будем Надеяться На то Что Все Таки Мы Успеем Его Завалить С Минимальными Для нас Повреждениями Ой-ой-ой Плохо Очень плохо У нас Там Еще Ребят Понимаете Будет Такое Место Где Нужно Перепрыгивать Ну Я Надеюсь Что Агилар Там Не Подведет Это Именно Вот Здесь Ох Поехали 46% К успеху Что Мы Перепрыгнем Конечно У Луизы 59% У Беатрис Это Вообще Ничтожно Мало Да И Не могу Я позволить Чтобы Она Здесь Проиграла Придется Взять Все-таки Агилара Ну Не подведет Блин Да Чтоб Тебя Ну Как Так Смотрите Пол здоровья Уже Нету Если Он Сейчас Упадет Это Будет Плохо Это Будет Очень Плохо Ребята Блин Ну Да 82% На то Что мы Здесь Сможем Перепрыгнуть Сколько У нас Две Акробатики Слушай Я не могу Так рисковать Неужели Мне придется Брать Беатрис Ой Блин Не хотелось Бы Конечно Не хотелось Бы Но Деваться Некуда 56% Успеха Я Слушай А может быть Попробовать Риск Ну вот Если я Упаду Вот здесь Где Нибудь То Они Меня С двух Сторон Зажмут Нет Давайте Лучше Уж Тогда Пойдем Напрямую Напрямую В атаку Поехали Давай Прибежали Ну Хорош Блин Давай Кровотечение Повесим Тихо 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 Да умрите Вы уже Все В конце От концов Блин Вот я Хотел Чтобы Здоровья У него Было Побольше Вот Здесь У нас Прыжки Перепрыгивать Надо Опять же Агилар У которого Очень мало Здоровья Если он Здесь Споткнется Или Навернется То мы Этого Бойца Потеряем Ой Ой Остается Только лишь Луиза Да Получается Так 39% О Хорошо Здесь А здесь Нет 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 Блин Вот для этого Она нужна Мне В основном Была Вот Акробатика Так Здесь у нас В принципе Уже Ребят Я уже Не пройду Мне нужно было Прыжок в сено Сделать Придется Переигрывать Угу Почему Ну Сейчас Поймете Смотрите Я например Беру Беатрис Идем мы сюда Ну с этим То мы Разберемся С вами Это Понятное Дело Это Лашпен Для нас В данный Момент Вот С ним Мы справимся Уж Как-нибудь Да А вот Как мы Отсюда Теперь будем Спускаться Вот В чем Вопрос У Луизы Нету Видите Прыжка Придется Делать Акробатику Авто Тем более Давай проверим Упала Вот О чем Я вам Говорил Пять Да Переигрываем Ребят Ну что Ребятули Давайте Попробуем Как говорится Справиться С Ахедой Ну что Для начала Просто Ударим Замечательно Так Делаем Парирование И вешаем Кровотечение На него Теперь Главное Чтобы у нас Получилось Как можно Чаще Уворачиваться Ай-яй-яй Больно делает он Слушайте Ну у нас Есть шанс Вы посмотрите Вы Посмотр Так Делаем Парирование И Давай еще раз Вот так Ну-ка Да Ребята Будьте Вы Прокляты Ассасины Вы Обрекаете Человечество На гибель Говорит Ахеда А ты Агилар Ты Ничем Не Лучше Ребенка Который Встревает В дела Что Ему Не Дано Понять Будь Проклят За тот Хаос Что Ты Несешь В Мир Да Просветит Тебя Отец Понимание Глупец Да Направит Он Нас К Победе И Умирает Наконец-то Ахеда Агилар Наконец Справедливость Свершилась И ты Заплатил За смерть Моих Родителей За убийство Невинных Людей Больше Ты Не сможешь Навредить Испании Отличный Бой Братья Яблоко У нас В руках Нам Пора Скоро Сюда Явятся Тамплиеры А замок На двери Долго Не Выдержит Ну что же Ребята Вот так Вот мы С вами Прошли Несмотря на Наши Усилие Граната Пала Под натиском Армии Инквизиции Однако Мы смогли Выполнить Одно Из важнейших Заданий Подлец Ахеда Убит И Яблоко Эдема Не попало В руки Тарквимады Я лично Доставил его Одному из доверенных Лиц Братства Христофор Колумб Возьмет его С собой В плавне К новому свету И надежно Спрячет От тамплиеров Но что Насчет Тарквимады Один из Фрагментов Посоха Эдема Все еще У него Говорит Хамид Верно Сейчас Тарквимада Готовит своих Псов Господних К новой Атаке На мирный Народ Испании Разведчикам Братства Удалось Выяснить Что великий инквизитор Продолжает Поиски Еще одного Фрагмента Посоха Эдема На севере Испании Долг Ассасинов Найти его Людей Помешать Его планам И наконец Убить Тарквимаду Вперед Друзья Теперь Наш путь Лежит на север Наша борьба Не окончена Вот так Вот ребята Хм Задачи Какие-то Выполнили С вами еще Ну давай Посмотрим Это у нас Достижение Выполнено И Предводитель Восстания 3 Забрать Конечно же Все это дело Замечательно Ну что Ребятули Делаем Небольшую Паузу И продолжим Играть У нас еще Кстати Новые Ассасины Которых Надо вам Просветить Показать Да и самому Почитать Кто они И что они Ну что же Увидимся Буквально Через секунду Ну что же Друзья мои Мы продолжаем С вами играть В Ассасин Скрит Восстание И я хочу Зайти В Ассасины Если не ошибаюсь Я смогу Да Я смогу Улучшить Агилара Наконец-то Он у меня Получит Четвертую Звезду И это Будет круто Это будет Очень хорошо И полезно Ну что же Давайте Начнем Пожалуй Мы с вами Обозревать Розу Для начала Да Где она У нас Ага Вот она И Роза Это эпический У нас Герой Роза Гальего Тень Скрытность Смотрим У нее Скрытность Развита Просто Опупенно Перемещение Тоже неплохо И обезвреживание Тоже офигенно Кто ты такая У нас Она у нас Искусственный Вор Мастерский Владеет Искусством Скрытности Мастерский Обезвреживает Ловушки Может избежать Опасных Ситуаций При помощи Дымовых Бомб Это Это мне нравится Да Был у меня Уже Герой Такой С дымовыми Бомбами Правда Он всего Одну Бомбочку Имел Мы посмотрим Что у нас Есть у Розы Уникальный Навык Последний Герой Воля к победе И непоколебимая Стойкость Позволяет Ассасину Стать Более Ловким Увеличивается Шанс У ворота На 10% Если этот Ассасин Остался Последним Членом Группы Ну это Как-то Хреновенький Какой-то Перк Если честно То есть Она должна Последней Быть выжившей Чтобы этот Перк Сработал Не очень Хорошая Перспектива Давайте Посмотрим По навыкам Что у нее Так Ну я вижу У нее Скрытность Очень хорошо Развита Уже На данном Этапе Позволяет Незаметно Пробраться Мимо врагов Успешность Действия Зависит От показателя Проворства Увеличивает Показатель Проворства На 35% Позволяет Пробраться Мимо врага А вот Это Что у нас Струящийся Яд Отравляет Противника Ядом Который Наносит Урон В течении Времени Каждое Применение К одной Цели Усиливает Действие Яда Наносит 50% Базового Урона И дополнительно 100% Урона От яда В течении 10 раундов Максимальное 3 использования Неплохо Но надо Расходовать С умом И Также у нас Есть Быстрая Атака Это Молниеносная Атака Наносит 20% Базового При обезвреживании Ловушки Повышается Показатель Проворства На 35% Это хорошо То есть Чем больше Мы обезвредим Ловушек Тем больше У него будет Показатель Проворства Расти И смотрите Тоже Одна бомбочка Но это пока Потому что У него Видим Первая категория И тут еще Раз Два Максимум Я так понимаю Может быть Пять Наверное Бомба Которая наполняет Комнату Едким Дымом Что позволяет Ассасинам Незаметно Сбежать Мгновенно Возвращает Выбранного Ассасина В последнее Безопасное Место Ну да Да И что же Она у нас Носит Она у нас Носит Сабли Понятно Сабли Рапиры Ну в принципе Вот здесь Она стоит С рапирой Из доспехов Да елки-палки Я же хотел Из доспехов Она у нас Носит Мантию То есть Самую легкую Броню Ну и Аксессуары У нее Получаются По вкусу Хорошо Давайте посмотрим Ее биографию Так Роза Гальего Уважаемая Воровка Из Испании Она была Сестрой Луизы Гальего И самой Старшей И взбалмошной Дочерью Лупа Гальего Испанского Короля Машинников И основателя Знаменитой Гильдии Воров Мадрида С малых лет Играли Довольно Неплохой Персонажик По мне Так Ну что же Мы с вами Почитали Про Розу А теперь Открываем С вами Эпического Точнее Легендарного Ассасина Которого Звать Алексиус Давайте Откроем Ну-ну-ну-ну Что ты Сейчас будешь Специально А меня тут Да Говорить Что нету Интернета Или еще Что-нибудь В этом роде Вот ребят Вот такая Вот беда Ага Видите В чем проблема Опять нам Придется Наверное Что Нанять Да в чем Проблема Это елки-палки Я не понимаю Вот этого Вот То ли Сама игра Там Что-то у нее Обновления Может какие-то Или еще что-нибудь Происходит Не знаю Ребят Ладно Давайте Сделаем Паузу И чуть-чуть Переждем Этот момент Может быть Перегружен Сервер Я не знаю В чем И кстати Напишите В комментариях У всех Такое Или это Только у меня Ребят Ну что Ребята Прошло Какое-то Количество Времени Давайте Посмотрим Будет У нас Игра Ити Нормальная Или Все-таки Остались Лаги Глюки И так Далее Проверим Так Мы Остановились С вами На Алексиусе Нанимаем И Да неужели Аллилуйя Какая-то Ёлки-палки Благодать На нас Снизошла Новый Ассасин Легендарный Он Очень Круто Смотрится Очень Круто Ребят Я прям Знаете Чем-то Напоминает Мне Кассандру Ну только В мужском Обличии Слушайте А это Случайно Не брат Ли Ладно Принять Давайте Теперь Читать Мощь 260 Греческий Наемник Так Выносливость Офигенная Прямой урон Обалденный Урон По группе У него даже Неплохой Небольшое перемещение Но Для него Я думаю Это не столь важно Давайте Почитаем Может Принять Удар На себя Высокий Показатель Защиты И способность Парировать Атаки Вот это Хорошо Кстати Может Оглушать Нескольких Врагов При помощи Кольца Хаоса Кольца Хаоса Это очень интересно Наносит Постоянный урон При помощи Копья Леонида А у него что Ладно У Кассандры Там Обломок Копья А у него Что Полностью Что ли Хорошо Так При помощи Копья Леонида Пинка Спартанца И пылающих Ударов Пинка Спартанца Вот это Пинок Обозначен Уникальный Навык Давайте Почитаем Пинок Спартанца Нанесите Удар Врагу С легендарной Спартанской Яростью Чтобы Отбросить Его Назад Ребят Это Помните Это не Пинок Это Скорее всего Когда Леонид Я Есть Спарта И Чувака В Грудак Пробил В Колодец Сбросил По моему И вот Этот И есть Легендарный Удар Ударьте Врага Нанеся 70% Базового Урона Если Другой Враг Стоит Позади Цели Урон Будет Нанесен Обоим Офигеть Просто У меня Нет слов Ну что ж Давайте Посмотрим Теперь Навыки Ого Блин У него Какие-то Слушайте Вообще Ни одного Так Давайте Читать Кольцо Хаоса Используйте Силу Копья Леонида Чтобы Создать Мощную Волну И оглушить Находящихся Рядом Противников Наносит Всем врагам 50% Базового Урона И оглушает Находящихся Рядом Противников На 2 Раунда Да это Офигеть Просто А вот Это Что такое Пылающие Удары Призовите Пламя Гефеста Чтобы Зажечь Оружие Ассасина И обратить Врагов В пепел Все Обычные Атаки Наносят 10% Дополнительного Урона Огнем В течении Следующих 5 Раундов Офигеть Просто Офигеть Парирование Ассасин Отразит Следующую Атаку Противника Урона Следующей Атаки Соперника Снижен На 35% Офигенно Если Ассасин Находится На грани Поражения Всплеск Адреналина Придает Ему Сил Так Один раз Можно всего лишь Использовать Восстанавливает 10% Здоровья Если Его Запас Упадет До Нуля И увеличивает Показатель Атаки 25% На 5 Раундов Ага Даже Вот так Круто И вот Этот У нас Получается Копье Леонида Мощь Копья Леонида Усиливает Все Обычные Атаки Этого Ассасина То есть Все Обычные Атаки Наносят 102% Базового Урона Ты Представляешь Обычные Атаки Наносят 102% Базового Урона А если Его еще Заточить Да и Приодеть Блин Ему нужно Три звезды Как минимум Слушайте Ну по-моему У него тоже Все-таки Не целое Копье Вот Леонида Наконечник Как в принципе И в серии Как она называется Ты ее же забыл Ну вы поняли Короче Одиссея Да Ассасин крит Одиссея Вот та вот Тоже Кассандра Ну у меня Друг играет За Женский Пол Поэтому Кассандра Вот у нее Тоже Осколок Ладно Ребята Снаряжение Смотрим Носит Вот короче Копье Я так понимаю Копье Или Алебарду Носит Тяжелый Доспех И использует Аксессуар Ну тут Ребят Как говорится Кому Что Удобней Давайте Почитаем Биографию Греческий Наемник Алексиус Прямой Потомок Царя Леонида Испарты Был Греческим Мистем Наемником И участвовал В Пелопонейской Войне В 5 веке До нашей Эры От своего Благородного Предка Алексиус Он Наследовал Не только Силу Ярости Истинного Война Но и Легендарное Сломанное Копье Которое Наделяло Своего Владельца Уникальными Способностями Когда Алексиусу Исполнилось 7 лет На свет Появилась Его Сестра И семью Постигло Горе Согласно Пророчеству Ребенку Суждено Было Навлечь Страшные Беды На Спарту На Совете Старейшин Решено Было Избавиться От Девочки Когда Алексиус Попытался Спасти Сестру Кара Постигла И его Лишившись Семьи И родины Мальчик Рос На Острове Кефалиния Сражаясь С таким же Изгонями За кров И пропитание Рано Позрослев Алексиус Проводил Время В тренировках Надеясь Стать Наемником Ребят Ну Та же Самая История Что и У Кассандры То есть Это и Есть Все-таки Брат Ее Понятно Отлично Просто Замечательно То есть Семейка В сборе Ну Что же Меня это Радует Теперь Мне остается Только Лишь Поставить Агилара На улучшение То есть Обязательно Нужно Заработать Четвертую Звезду Улучшение Так И давайте Наберем Народ Который Будет Его Повышать Подтвердить Замечательно Улучшить 3500 Естественно Естественно Это будем Делать Так Ну что же Друзья Мои У меня Остается Невыполненным Еще Несколько Заданий И давайте Посмотрим Значит Линейку Мы с вами Прошли Блин А сколько Жен Надо Будет Сейчас Мощей Для Сейчас Посмотрим Это все Дело У нас Регион Четвертый Открылся Вот только что Вы видели И давайте Просто зайдем И глянем Угу 24 ДНК Ну это все Понятно Это все По стандарту И вот Мы начинаем С вами С 18 Задания И давайте Офигеть У меня Даже У Беатриски Нету Столько Мощей У нее Только Ну грубо говоря 1300 Тоже округлим Ну здесь Уж Извините Меня Ребят Здесь Уже Нужно Походу Дело 5 Звезд Получать Персонажем И это Только Четвертая Глава А что Тогда Будет В пятой Что Будет В пятой Главе Я боюсь Даже Представить Я заикаться Стал Даже Почему Она А Правильно Закрытая Потому что Я еще Четвертую Не зашел Или Мне кажется Она Даже Еще В разработке Не знаю Ребят Не знаю Но в любом Злучше Мне с головой Хватит И четвертого Региона На ближайшие Там Не знаю Месяца Два А вот Ёлки-палки Я смотрю Второй регион Думаю Что-то Не то Вот Конечно же Вот тут Мы с вами Остановились Точнее Прошли Вот 17 Уровень 30 17 Глава Так скажем И теперь Мне нужно Пройти Задания Ребят Для того Чтобы я Смог Получить Я думаю Что вы поняли Чтобы я Получил ДНК На Марию А Мария У нас Легендарный Герой Это самый Первый Наш Герой Которого Мы должны С вами Раскачать До Двух Звезд В обязательном Порядке Хотя Две Звезды Мне кажется Это уже Мало Но В любом Случа Вот эти Задания Мне Открылись Я же Их Не мог Проходить До тех пор Пока Не прошел Основное Задание Теперь Как вы видите У меня Это все Доступно Открылся Регион Точнее Это даже Четвертый Регион А у меня Еще Вот Вот Третий Видите Да Здесь Все еще Закрыто Не все Звезды Открылись У нас Поэтому Этим Я наверное Займусь В ближайшее Время Ну а Вы мне Пишите Ребят В комментариях Нужны ли вам Прохождения Вот этих Побочных Миссий Или нет Если нет Я уже Сам Пройду А вам Уже буду Показывать Только Основную Сюжетную Линию Ну то есть Самое Главное Задание Ну честно Говоря Я даже Не знаю Когда мы На него Пойдем Это ж Сколько Нужно Мощей Ребят Это ж Офигеть Полторы Тысячи Ну Тысяча Четыреста Двадцать Ну давай Округли в меньшую Сторону Тысяча Четыреста Это все равно Очень много Да Ну Тем интереснее Будет для нас Так что Дорогие мои друзья Будем Закругляться С вами На этой ноте Всем большое Спасибо за просмотр Надеюсь вам Понравилось И вообще нравится Как я играю Так что Всем пока Всем удачи И до новых Скорых Видосиков Не доверяет Не доверяет Мне вокруг Никто И боль Такая Словно В сердце Нож Любовь Прекрасна На деле Ложь И ждет Лишь час Со своего Смертельный Клинок Как всегда Как всегда Я ровный Эти души Почему так Либо Почему одиноко Смертельный Смертельный Смертельный